давайте с вами поймем что такое vpn давайте мы с вами представим ну я понимаю что это из курса системного администрирования но нам это может пригодиться эти сами представим что это вот наш компьютер здесь находится клавиатура мышка вот идет мы сидим за ним работаем и находимся мы территориально допустим москве москва и айпи адрес у нас допустим 90 и 12 айпи адрес это адрес вашего компьютера в интернете в сети интернет то есть существует внутренний есть внешне мы представили что это внешне вы с ним ходите в мир и где-то там далеке присутствует вот такая штука как сервер вот это у нас будет сервером допустим мы знаем что его айпи адрес будет там 12 12 10 ну образно образно это цифра образно и мы знаем что у нас связь с ним заблокировал то есть когда мы пытаемся обратиться столь прекрасному фейсбуку напрямую злой роскомнадзор который находится вот здесь вот на нашем соединении видит как мы отправили запрос на фейсбук и что делает и прерывает наше соединение все его нет соответственно вы его открыть не может ведь правда да то есть вы не можете зайти сейчас не в фейсбук не в инстаграм так ведь правда да просто на фейсбуку все равно какой айпи адрес и откуда он будет идти они не блокировали россию заблокировалась россия от фейсбука и когда вы посылаете свой айпишник роскомнадзор это видит и вас кушает когда вы за обращаетесь к фейсбуку все айпи адреса которые идут из россии вот и находятся в россии но мы нашли альтернативу она давно существует существует это существует называется в п п или зерам нет и telegram именно в п п п п сервер что такое в п п н 7 короче когда вы с ним начинаете обмениваться данными говорите здравствуй я такой-то такой-то мой айпи такой-то и вы соединились в п п н сервером а в п п н сервера а пишник допустим будет 10 0001 да тоже образно вы горит я хочу сходить на фейсбук вы к нему соединились он говорит окей не вопрос и он отправляется на фейсбук вместо вместо того чтобы идти через комрос надзор то есть соответственно фейсбук будет видеть не вот этот айпи адрес не московский а айпи адрес в п н и будет считать что вы находитесь не в москве допустим гондурасе где-нибудь там не за берлине берлин из этого следует что роскомнадзор не будет замечать что вы ушли потому что вы пошли не пошли обращаться к фейсбуку а пошли к в п н а из в п н а вы уже пошли на фейсбук и весь трафик будет идти через этот сервер а этот сервер может находиться где угодно может в россии находиться может находиться в гонконге может находиться в англии вот минусы такой процедуры заключаются в замедлении скорости потому что если напрямую выходите по вашему интернет-каналу без дополнительных прослоек с в п н а вы отправляете к ним запрос весь трафик да они отправляют его от себя получают к себе обратно и должны отдать его вам в ответку то есть выходит что у нас маршрут длиннее становится и дольше вот и ограничение на самом в п н сервере могут быть установлены искусственно для того чтобы не качали огромный фильм и не знаю а при большой объем информации из-за этого все будет казаться медленнее но физически вы в москве а виртуально вы будете находиться берлине а какой у них интерес помогать вообще они платно помогают бесплатно они вас только заманивают когда вы скачиваете бесплатно vpn вы получаете минимальную скорость но всегда можете взять премиум пакет снять ограничения